Я приветствую всех тех, кто смотрит новый выпуск программы «Универ Ньюз». Наша команда приготовила для вас самые свежие новости. В студии Кристина Зиединова. И мы начинаем. Делегация Французского института нефти посетила Казанский федеральный университет. Меняемся в космосе. Какие мутации обнаружили у космонавтов? КСК «Уникс» прошел шестой день студенческой весны. Ильшат Гафуров во главе делегации Казанского университета в качестве почетного гостя посетил заседание ученого Совета Санкт-Петербургского научно-исследовательского института в тезиопульмонологии Министерства здравоохранения России. Главным событием встречи стало заключение двустороннего соглашения о сотрудничестве между КФУ и Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом в тезиопульмонологии. Это соглашение открывает новые перспективы в разработке инновационных лекарственных препаратов. А мы продолжаем. Делегация Французского института нефти приехала в Казань, чтобы посетить Казанский федеральный университет. Сотрудничество между Французским институтом нефти и КФУ началось еще в 2015 году. О подробности встречи смотри в сюжете. Казанский федеральный университет с визитом посетила делегация Французского института нефти или по-другому IFP. Это независимый институт, проводящий фундаментальные и прикладные исследования для нефтегазовой и автомобильной промышленности. В марте 2015 года КФУ и Французский институт нефти заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предполагало развитие совместной научной деятельности, реализацию исследовательских проектов, рассмотрение возможностей обменных программ для студентов и аспирантов и многое другое. Делегация имела возможность оценить оснащение лабораторий Института геологии и нефтегазовых технологий, а также Химического института имени Бутлерова. Оснащение лабораторий Казанского университета находится на очень высоком уровне, отметили гости. Основная цель нашей поездки – узнать больше о Казанском университете. Нас очень впечатлило ваше новейшее оборудование, у вас очень хорошо оснащены лаборатории. На данный момент у нас уже есть договора о совместном сотрудничестве. Например, студенты КФУ приезжают к нам в IFP на короткие курсы. Особый интерес делегация проявила к созданной в КФУ модели нефтяного месторождения с применением методов нейросетевого моделирования. 21 марта состоится круглый стол, где гости смогут пообщаться и обсудить проекты с сотрудниками Казанского университета. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Найти работу в крупной нефтяной компании – мечта многих будущих специалистов нефтегазовой отрасли. Многие из них уже сделали первый шаг навстречу своей мечте и встретились с потенциальными работодателями. Кто наверняка будет замечен и что для этого необходимо предпринять, расскажет Аделя Шамилова. Международный чемпионат Кейс-Ин вновь вернулся в Казанский федеральный университет. 20 марта на площадке Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялось официальное открытие отборочного этапа данного чемпионата. Смотря на то, что со всех трибун говорится о том, что юристы, экономисты на данный момент не так сильно востребованы, мы наблюдаем все равно неиссякаемый конкурс на эти профессии. И пытаемся рассказать, что кроме вот этих уважаемых профессий, несомненно, есть еще и другие профессии инженерные, которые, несомненно, нужны людям на текущем этапе. В ходе отборочного этапа в течение дня участниками решались инженерные кейсы, и важная роль здесь отводится экономическому обоснованию предлагаемых решений. Традиционно сделанные участниками выводы будут оценивать жюри, состоящие из представителей научных организаций, а также топливно-энергетических и минерально-сырьевых компаний. Студенты Казанского университета федерального показывают очень хороший уровень, очень высокий уровень, как специалисты, и на рабочих должностях задерживается очень мало. Поэтому я уже не первый год участвую в Кейсын, и стараюсь наблюдать очень внимательно за студентами. Потом провожу собеседование и привлекаю специалистов для работы в Сургутнефтегазе. Адель Шамилова, Роман Зингаров, Ленар Довлетьяров, Универньюз. В США напротив здания Капитолия организована акция в честь поддержки погибших из-за стрельбы в школах. Что это за акция и какова ее цель, вам расскажет наш корреспондент. 20 марта в школе Грейт Минс в американском штате Мириленд произошла стрельба. Несколько учеников пострадали, сейчас школа оцеплена. Дети находятся в школе, их обещают вскоре переместить в более безопасное место. Каждый год в США стрельбы в школах погибает около 1300 детей. Общественная организация АВАЗ организовала необычную акцию в память о погибших от огнестрельных ранений детей в США. В течение двух недель активисты собирали обувь у всех желающих принять участие в акции. Начальной точкой отсчета жертв стала стрельба в школе Сэнди Хук, которая произошла в 2012 году в городе Ньютон. Тогда 20-летний Адам Ланце убил 27 человек, большинство из которых были учениками начальной школы. Сейчас необходима работа по диагностике психопатологических лиц и по проблеме того, насколько контролируется продажа оружия этим лицам. В социальных сетях пользователи стали выставлять фотографии ботинок у здания Капитолия. Это является выражением сочувствия семьям, которые потеряли своих детей в результате школьной стрельбы. Семь тысяч абсолютно разных пар обуви, которые отражают тысячи разных индивидуальностей, которые могли бы быть живы. Здесь и спортивные кроссовки, ролики, танцевальные балетки. Большое количество обуви принесли родители погибших детей. Движение противников свободного ношения оружия принимает общенациональный масштаб. Помимо акций «Семь тысяч о вас» планируют продолжить привлекать внимание общественности к проблеме. Их следующая акция должна состояться 24 марта. Полет в космос способен изменить ваш организм. Когда космонавты вернулись на Землю, у них были обнаружены некоторые мутации. К чему может привести путешествие за пределы планеты, вы узнаете в нашем сюжете. Полеты в космос для человека всегда связаны с рисками. И дело тут не только в авариях и крушениях. Своё влияние оказывает и космическая радиация. При длительном пребывании в космическом пространстве, особое космическое излучение, то, что человек в нормальной жизни не испытывает, может приводить к повышению уровня мутации. Проводится уже много серий на протяжении многих десятилетий анализ оперантных перестроек в хромосомах, других каких-то эффектов. Но до сих пор не показано статистически достоверно, что есть какие-то изменения. У бывшего командира экипажа Международной космической станции Скотта Келли после возвращения на Землю обнаружен ряд изменений в работе отдельных генов. Причиной таких изменений является адаптация к новой среде обитания. Часть из них нивелировалась после возвращения. Другая же часть, например, изменения в работе иммунной системы и сетчатки глаз, остались. Концевые участки хромосом, защищающие их от поломок, стали в космосе длиннее. Также в организме чаще начали появляться воспаления, а состояние его костей ухудшилось из-за жизни в невесомости. Помимо этого, из-за недостатка движения у космонавтов наблюдается уменьшение мышц и их атрофия. Однако ученые позитивны в своих оценках этого явления. Свои исследования ведут и специалисты Казанского федерального университета, изучающие влияние среды на животных. Почти все сообщество считает, что большинство этих изменений будут полностью нивелированы, возвращения на Землю. В общем-то, именно для этого космонавты занимаются спортом на борту, той же самой космической станции, потому что большинство активных эффектов, связанных с тем же неиспользованием мышц, компенсируются тренировками. Несмотря на возникающие изменения, научное сообщество отмечает, что человеческий организм успешно справляется с обитанием в новой для себя среде. Артем Тупичкин, Универньюз. КСК «Уникс» прошел шестой день студенческой весны. На сцене вновь блистали самые талантливые студенты Казанского федерального университета. Подробности в репортаже Ивана Евсеева. 19 марта в концертном зале «Уникс» прошел очередной день творческого марафона студенческой весны. На этот раз хозяевами сцены стали Институт психологии и образования и Институт международных отношений, истории и востоковедения. Никого из присутствующих в зале не могла оставить равнодушным программу обоих институтов. Сегодняшние выступления запомнились зрителям яркими театральными и музыкальными номерами, а участники восхитили своей грациозностью и разнообразием актерского мастерства. Программа психологов с самого начала была настроена погрузить весь зал в настоящую сказочную атмосферу. Я и мой товарищ занимались непосредственно съемкой. Надеемся, что будет круто, всем понравится. Главное, чтобы зритель кайфанул. А ролик будет посвящен? Льву Николаевичу Толстому. Да. В этот вечер абсолютно все продемонстрировали необыкновенный творческий замысел в своих постановках, которые были наполнены теплом и невероятным талантом. Иван Евсеев, Владимир Нелюбин, Универньюз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!